Про партер, да? Интересно. Вот смотрите, вот будет стендап до 10 декабря. Мы, кстати, Алис, ты же видела, да? Мы тебя добавили уже. Ты че, Юля уже нашла, тебя она мне показала. Мы всех найдем. Смотрите, вот мне просто интересно, на что бы вы поменяли два билета на стендап? На икру. На икру? Банку икры. Красную. Сколько литров? Это важно. Пол-литра. Пол-литра. Окей, ладно. Мне интересно просто, на что я могу поменять два билета на стендап? Ноги. Окей, нормально. Чаще. Просто я хочу, как бы, понимать, все, да? Остальные только деньги. Я еще раз в стены из гидловой пластинки вырезаны. Серьезно? Ты сам их делал? Другого меня делали. Круто. Часы из пластинок, как зовут? Иван. Иван. Иван, часы от пластинок. Я готова отдать иди сюда. Для этого у нас будет розыгрыш-сертификат от NLP-центра. Это тебе пригодится еще. Так. У меня сейчас есть пара книг в моей темпе. У меня есть шайка, ручка готова к менять. Все. Ничего ценного, значит, да? Это очень ценно. Она мне дорогая. Все. Я понял. Я понял. Ладно. Что? Мы будем продолжать. Идем дальше. Следующий человек, который выйдет на эту сцену. Я даже знаю людей, которые, знаете, вот у нас чаще всего знакомые приходят, да, на спикера посмотреть. А тут есть ребята, которым стало интересно, чем человек занимается. Дело в том, что... Окей. По-другому спрошу. У кого есть знакомые путешественники? У кого вот... Это основной вид деятельности. Не просто там для себя, да? А вот это вот основной... Да, счастье! Не обязательно было пить посуду. Можно было руку поднять просто. Окей. Вот этот парень, вот он профессионально занимается путешествием. Давайте встретим его аплодисментами. Вот он, Павел Советчиков. У меня много в руках всего оказалось. Я не думал, что я получу эту штуку. Здравствуйте всем. Я поставлю себе таймер, потому что время здесь ограничено. Кто знает ТЭД вообще? Формат ТЭД. Очень классный формат, но ни разу в нем не выступал. Это нужно неуместимо уместить 15-20 минут. Начинаю. В общем, я хочу рассказать свою историю. Я думаю, что моя история будет кому-то полезна. Кто-то увидит в этой истории для себя какие-то моменты, которые поменяют их жизнь к лучшему. Заставит принять какое-то важное решение. На самом деле в нашем мире, в современном мире, огромное количество информации. Огромное количество книг, фильмов и так далее. И очень много людей, которые делятся этой информацией. Я считаю, что информацией нужно делиться каждому. Потому что у каждого есть своя история. У каждого есть свои те моменты, которые в тот или иной момент могут засыпить лично вас. И поэтому я надеюсь, что моя история что-то изменит вас, что-то где-то щелкнет у вас, может быть, и так далее. И несколько вопросов хочу задать. Кто здесь сидящий сейчас еще не нашел то дело, которым он хотел бы заниматься в жизни? Отлично. Кто хотел бы изменить то, чем он сейчас занимается? Добро уменьшить. Отлично. Вот моя история как раз таки будет о том, как я искал дело своей жизни. И какой большой длинный путь я прошел. Я родился в Екатеринбурге. Да. Я ваш земляк. Здесь я не был 4 года. В воле судьбы я сюда вернулся. Сейчас я живу за городом. Мой дом, в котором я не был 4 года. Почему? Потому что моя жена беременная. Мы 5 дней назад родили третьего сына. У нас, на самом деле, очень много историй, которые я хотел поделиться с вами. Я вообще путешественник, да, видеоблогер. То есть сейчас я начал вести свой на YouTube канал личный. Так у меня есть канал по путешествиям. То есть я развиваюсь в этом направлении. Делюсь с людьми моим опытом информации. И я сюда приехал и захотел поделиться с вами. Так получилось, что я встретил в социальных сетях Илью, этот проект «Газон». Мне захотелось здесь выступить. Хотя я мало где выступал. Я, может, немножко волнуюсь, если это видно. Видно, что я волнуюсь. Спасибо огромное. Я учился... Вообще я был очень спокойным ребенком, послушным. Как кристаллом для родителей. Все, что мне говорили, я все делал. Вот. Учился в... Ну, хотя бы в садик, потом в школу. Не знал, что я хочу, чем хочу заниматься. Ну, все говорили, вот я буду тем-то, я буду тем-то. А я не знал. Единственное, что я помню, это... Когда мне было 8 лет, мы с родителем поехали в Турцию. И там я почувствовал ощущение какой-то свободы. Что это путешествие, это другая страна, другие люди. Но я еще не этого не понимал. Я осознавал, что такое для меня путешествие. Больше я начал сознавать, когда в 12 лет мы поехали с родителями на машинах в Болгарию. Это было более длительное путешествие. Что-то месяц там было такое. И в этот момент я ощутил удовольствие. То есть, может быть, тот из вас в какой-то момент в вашей жизни ощущал удовольствие. Когда-то в детстве, может быть, в молодости. То, чем он занимался, но сейчас занимается совсем другим. Может быть, это и есть тот момент, чем вы хотели заниматься. Потому что всю свою жизнь я думал, что хочу путешествовать. Но начал путешествовать только 4 года назад. То есть, в 14-12 лет я начал это осознавать. И, грубо говоря, в 26 лет я действительно начал воплощать это в жизни. Какой большой путь. И следующий момент, когда кардинально поменялась моя жизнь, это когда я пошел в институт. Да, я пошел в институт. До этого я был под крылом родителей. И, по сути, школа, музыкальная школа, баскетбол. Все, другой жизни у меня не было. Когда я пошел в институт, я понял, что есть и другая жизнь. Что есть какое-то там, я не знаю, движение. Что нужно начинать зарабатывать деньги. Да. Что нужно ходить там в кафешке. Вот, водить девочек. Что нужна машина. Я люблю водить. У меня были права, но машины не было. А, ну так, сдал. Еще не было. 17 лет не было. И после первого института я поступил в медицинскую академию. Почему я поступил? Потому что мне сказали родители. Иди туда. Хорошо, пошел. Я туда пришел, научился вроде. Ну, как-то не понимал, для чего мне это. И после первого курса я уехал в США. Уехал в США. И там, то есть был 18 лет, мне полностью изменилось свое сознание. Трендинально. То есть я увидел совершенно другую жизнь. Других людей. Что произошло? Первое, что произошло, когда я полетел один самостоятельно. Я летел через Франкфурт, по-моему. Через Германию или через Сурих, не помню. Я ощутил такую штуку, что я выхожу, такой большой аэропорт. Может кто-то ощущал первый раз, когда улетел за границу или какое-то в своей жизни такое ощущение, что вот вау, так круто! Вообще столько много всего. Там, я не знаю, поезда вот эти вот ездят. От одного, как там, терминала к другому, да? Вот. Было такое напряжение, что они потеряются там. Кто терялся вообще в аэропортах? Был такой? Вот. На самом деле для меня, когда я вот очень боялся, что я потеряюсь на самом деле, но не потерялся, слава богу. Дошел. Вот. А один раз, кстати, потерялся, это было в США, но уже, когда я был третий раз, я по США летал, и у меня была пересадка в Чикаго. Я вышел из Чикаго, хотя не должен был за аэропортах в Чикаго. Потом мне пришлось обратно возвращаться, мне пришлось обратно, в общем, билеты посадочные. Там люди были в шоке на самом деле, что я вышел. Вот. И когда я приехал в США, меня встречали родственники. У меня там есть родственники, которых я никогда не видел. По сути, я туда и полетел, потому что у меня там был дедушка, который я никогда в жизни не видел, который в начале 90-х туда эмигрировали, он болел. Чуть, наверное, поэтому мне дали визуал. И в итоге они меня не встретили, я еле дозвонился кое-как. Мне сказали, жди. А где ждать? Я не знаю. Но я поднялся там все, сходил, поднялся на парковку и стою на парковке, мне 18 лет. Я стою на парковке, на пятом этаже таких парковок я никогда не видел на Ярусной, и открыто, ну, все пространство. И я вот ощутил, я вот сейчас вот прям говорю, ощущаю это, да, вот эту свободу. Я ощутил вот эту свободу, что мне открыты сейчас все пути. Я не под крылом родителей. Я вообще один непонятно где. То есть у меня, по сути, реально открыты все дороги. Вот. Но потом я нашел родственников. Вот. Слава Богу, все. В общем, дороги тоже меня поразили. Очень много. Вообще моменты, которые поражают путешествия. Путешествия очень сильно на самом деле раскрывают границы, меняют мировоззрение. И вот это вот путешествие по США, поезд по США изменило полностью мою жизнь, трансформировало. Вот. Я заработал там первые свои деньги, причем за месяц, ну, грубо говоря, две тысячи долларов я заработал. На стройке работаю, на стройке просто разнорабочим. То есть приехал сюда, отдал деньги родителям, купил себе там компьютер. И все. У меня сразу план. Ехать в США, зарабатывать деньги. Вот. А я люблю водить еще. И я как думал, что на больших грузовых машинах можно там устроиться, да. Там хорошие деньги, кстати. Я узнал, хватит, но очень можно 15-20 тысяч баксов в месяц зарабатывать, а то и больше. Вот. А мне 18 лет. Как бы тут, я не знаю, там, пойти подработать студенту, я не знаю, 100 долларов, там, я не знаю, 150. Ну, то есть все. То есть я сразу начал мыслить другими вообще вещами абсолютно. То есть вот о чем я говорю, что как путешествия могут поменять вашу жизнь. То есть собираетесь в путешествие, кто еще не был в путешествии. Причем вот не тур покупаете, а вот едьте просто, покупайте билеты куда-нибудь едьте. Много есть вариантов путешествовать на самом деле. Можно начать с чего угодно. Об этом я сейчас рассказывать не буду. Вот. И... Что, что? Ну, просто время ограничено, видите, я... Поэтому... Вот. В каких странах, ну, вот сейчас до этого дойду. Немножко еще расскажу кое-что. Когда я вернулся в Россию, то есть я уже понимал, что я не хочу учиться там в медицинской академии, а я еще видел такую штуку. Молодым специалистам на деканате заработная плата 200 долларов. То есть это... Нет, даже 100 долларов было, 3000 рублей. 100 долларов. То есть это на 6 лет проучиться, да, чтобы потом зарабатывать 100 долларов. Все, у меня полностью вся мотивация ушла. Нет, все, я заканчиваю институт каким-то образом. Вот. Но у меня был план поехать в США. Я не сдаю зимнюю сайсу, там была анатомия, сложный предмет. Некоторые не сдают, я не сдал. Страшно говорить, ой, сложно, не сдал, все. Но у меня была виза, я еду в США на полгода. Ура, круто! Зарабатывать деньги. Я там проработал на стройке. Сантехником. Жесткая работа такая, с 6 часов утра, там, до 9 часов вечера. Пахал 6 месяцев. Зарабатывал 12 тысяч долларов. Мне было 19... Да, еще 18 лет было. 18, потом 19 стал. Вот. Я приехал сюда. Была мечта. Купил машину. И все, дальше думал двигаться дальше по США. Но получилось в ситуации, в моей жизни случилось изменение. Вот будьте внимательны, когда в вашей жизни случаются какие-то повороты. Очень анализируйте их. Потому что у меня, то есть я уже должен был третий раз ехать в США, но моя девушка забеременела. Мне было 20 лет, нет, 19, 19 лет он забеременела, и я улетел в США. Как бы, блин, все. Блин, ну все. То есть я не планировал этого. Как? Что дальше? Как жить? Что делать? И в итоге я возвращаюсь в Россию, в Екатеринбург. Ну все, значит, надо как-то здесь уже что-то сделать. То есть у меня был какой-то капитал, и я начинаю здесь заниматься бизнесом. И вот путешествия отходят непонятно на какой план. То есть я за это, то есть из-за того, что я начинаю вот в эту рутину входить, да, дом, семья, бизнес там и так далее, все, я забываю про путешествия совсем. Но начинаю думать о том, как бы мне заработать деньги много-много-много-много денег, чтобы путешествовать с семьей уже. Не одному, а с семьей. Вот. И я начинаю вести бизнес. У меня бизнес, начинаю с установки теплиц, чтобы было понятно, может, кто бизнесом здесь занимается. Поднимите руку. Ага, достаточно добрый день. Вот. Я начинаю заниматься бизнесом. Установка теплиц поликарбонатовых, бригад 5, потом мелкие бутики в торговых центрах по продаже посуды и мелкой бытовой техники. И все это вот, я там в бизнесе, меня дома практически нет. И потом мне предлагают прийти на презентацию одной компании бизнес-плана послушать. Кто знает компанию Кирби, пылесосы? Все были, я бывал, видимо, может быть, у кого-то из вас. Но я пришел туда не с точки зрения работы, я пришел туда с точки зрения бизнеса, сколько я был предпринимателем. И мне предложили мне бизнес-план, по которому через два года я мог заработать миллион долларов. Я думал, вот, yes, это то, что я сейчас заработаю от миллион баксов и поеду в путешествие. И я прошел всю эту там систему, то есть я начал продавать эти пылесосы, но я подошел, говорю, к этим пылесосам с другой стороны, с точки зрения именно выгоды там, да, то есть я полностью изучил этот товар. У меня еще была аллергия, и я, ну, полюбил этот пылесос, потому что он забавляет из этих там за профитов от этих, вот. И продавал как от сердца. Я продавал по 8-10 этих пылесосов. Я не продавал, наверное, в жизни. Я бизнесом занимался, да, предпринимательством, но это не продажа. Вот. А тут я приходил, к вам пришел, к знакомому человеку, у меня покупали пылесос за 120 тысяч. Ну, я не понимал сначала этого, реально. Я и тогда этого не помню, только сейчас я понимаю, что покупали это не пылесос. Покупали бы меня, меня покупали. Люди хотели сделать приятно мне. Вот. Вот. И, в общем, что происходит? Я открываю офис за 8 месяцев. Свой. То есть я все там прошел, открываю офис. Все свои свободные деньги, все, что у меня были, кредиты завожу. Открываю офис. Закупаю эти пылесосы. Это было за полгода до кризиса 2008 года. Вообще нет. Уже поняли, да? Я Балгород. Все. Я... Ничего не продается. И мои магазинчики, то есть тоже ничего не продается, короче. У меня просто нет оборотки. Иду...